МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня о кофе. Привет, девчонки! И интересующиеся мальчишки. Тоже огромный привет! Появилась коллекция кофе Таймфикс Прайс. Многие говорят, что это полнейшее дерьмо. И у меня тоже было такое мнение первое время. Но я решила все-таки найти в ней что-то, что могло бы быть не... Вот. Я сейчас вам быстро-быстро все покажу. Это не все. Я покажу, как работает вспениватель молока и насколько он интересно вспенивает. Покажу все возможные коробочки, ну и так далее. Я купила две вот такие коробочки. Их я уже помыла в посудомоечной машинке. Значит, что я могу сказать? Печать на них качественная, но они очень тонкие. Вот здесь уже на крышке появились заломы. Вы их видите. У меня как бы просьба и вопрос к тем, кто это делает. А вот нельзя это делать чуть-чуть покачественнее. Потому что все отлично, все классно. Но вот мой глаз, который видит отклонение миллиметровое, когда он видит залом на крышке, как бы эту вещь неминуемо хочется выбросить. Вот это, честно, мое мнение. Или это делается специально так, чтобы вот она раз-раз-раз по-быстрому пришла в негодности и быстренько от нее избавиться. Значит, в одну из них я положила цикорий, в другую из них я положила горячий шоколад. Выглядят они вот так. Ну, в общем, такие хорошенькие, классные, симпатичные. Я не знаю, может быть, кто-то в них будет выпекать кексы, кто-то хранит печенюшки. Ну, я думаю, что в хозяйстве они пригодятся. Ну и плюс вот эти вот две штуки сочетаются так же, собственно, как и вот с этим полотенем. Вот такой вспениватель для молока я купила. В нем нет батарейки. Работает он от батареек, но сойдут обыкновенные батарейки с фикс-прайса, которые продаются там по 10 штук. То есть никакую-то специальную покупать не надо. И вот так вот он вспенивает. Значит, слышала, что да, дает такую пену прям короной, как на черном пиве. Там она три года стоит. Все это, конечно, полнейшая чушь. Я смешиваю сливки взбитые, допустим, с ароматом вишни, добавляю туда немного молока и все это перемешиваю. В общем, симпатично, нормально. Я купила две в двух оттенках. Вот такую бежевую и шоколадную. Вот она шоколадная. Нужно ее протирать или промывать после каждого применения. Я не знаю, насколько это будет долговечно и долгосрочно. Но, тем не менее, такой девайс для того, чтобы на кофе была пенка. Да, вот это он, пожалуй, делает. Он смешивает сливки, в моем случае, с молоком и делает такую красивую, долгоиграющую пенку. Если вам интересно знать, как лично я делаю кофе вот с такой красивой чашки, я покупала, мне даже ее подарили. То есть, это не фикс прайс. Сюда еще вставлялась маленькая керамическая ложечка. Ложечка приказала долго жить. Мне ее подрезала мама. Так вот, я растворяю кофе. Просто набухиваю сверху вот таких взбитых сливок и сверху посыпаю кофе. Очень вкусно. И я даже до сих пор не могу понять, зачем я купила этот спирт. Ну, вот такой обычный растворимый кофе. Обычный растворимый. Вот у меня тут еще один блокнотик. А, сейчас еще покажу. Прихваточка. Вот такая прихваточка для того, чтобы брать турку. Вот она такая же, собственно. В принципе, там можно найти... Тут я. Вот. В принципе, там можно найти ну, что-то такое совпадающее и похожее на коллекцию. Но в большинстве случаев стенд представляет из себя сборище какого-то откровенного дерьма. Многие блогеры плюются и просто их, не знаю, передергивают от этой коллекции. Меня лично передернуло от свечек, которые в форме квадратов и там вовнутрь впаянные залиты вот эти вот зерна кофейные. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что, как бы, кофе это утренний напиток и свечи, они совершенно нелогичны. То есть, я сразу же, естественно, отмела тему со свечками. Плюс, вообще, стеарин, как бы, крайне вреден. Вы вдыхаете его, он оседает в вашем организме и никуда больше не выводится. То есть, хотите романтики, хавайте стеарин, только не рта ума, а легкими. Вот. Здесь, в данном случае, конечно, очень классные свечки из вощины, из обыкновенной, которые пользуются пчелы для того, чтобы там собирать мед. Вот, как бы, вот эти свечки можно использовать. У меня есть отдельное видео, я ссылочку на него поставлю. Вот. В общем, коллекция такая, ну, местами очень симпатичная, местами очень хорошенькая, но покупать какую-то турку, вот эта вот у меня, она индийская, я брала ее в посудоцентре, и я не хотела брать с узким горлом, потому что многие говорили, что именно через узкое горло туда очень сложно все это засыпать. Потом, ну, в общем, как бы я взяла такую, не знаю, правильно я сделала или нет, напишите внизу ваше объективное, честное и прекрасное мнение, с которыми я обязательно буду считаться, я обязательно учту. Я читаю ваши комментарии, я обожаю ваши отзывы, я всегда тоже к ним прислушиваюсь, поэтому, девчонки, всем всего хорошего, пока-пока, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и переходите к другим моим видео, которых у меня уже больше 200. И вот такую коробочку под зеленый чай я купила, потому что я зеленый чай, 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 ман, другой чай я не воспринимаю, к счастью или к несчастью, я не знаю. В общем, девочки, коробочка тоже качественная, я ее помыла, но именно у нас в квартале там остались какие-то кривые, которые еще не доехав до города, уже тут же начали ломаться, поэтому выбирайте с умом, не хватайте, не глядя, это очень важно, и огромное обращение к фикс-прайсу, такое по скрипту, побольше коллекций, как Шеби Шик, которая реально отличная коллекция, просто я выпустила 3 видео про Шеби Шик, и у меня везде шкалит огромное количество просмотров, только в названии слова Шеби есть. Все, народ ее принял, народ ее полюбил, народ до сих пор, не знаю, заламывает руки, и стинает, что там, что-то не купил. Я вот лично заламываю руки по поводу того, что я не купила вот эти подстаканники вот в этом стиле. Хотелось бы, чтобы они были более плотные, девочки говорят, что да, они хорошенькие, все, но их надолго не хватает. Вот, хотелось бы, чтобы они были более плотные, более качественные, и вот именно больше чего-то концептуального. Раньше мне нравилось просто смотреть видео где-то, может быть, осенью 15-го года, или даже 14-го, я уже толком не припомню. Это когда лавандовая коллекция Прованс появилась только-только. Вот этим летом был второй заход темы Прованс. Я купила посуду, я купила подносы, и за это отдельное спасибо, потому что два подносика. Я вам сейчас их покажу. Вот такой поднос, не совсем так хорошо, я его промыла, протерла, но, в общем, у него высокие борта, он большой. На него входят большие тарелки, на него можно положить хлебушек, поставить чашку чая. Для тех, кто работает половину рабочего дня за компьютером, это очень-очень важно, и даже если что-то прольется, вы видите, что борта высоченные, это не страшно, это не трагедия. Вот. Плюс отлично моется, но я не мою его в посудомочной машине, я мою его просто под водой, притираю тут же насухо. Вот это отличнейшая вещь, которая просто прописалась на моей кухне, вот из коллекции Али Вастам Проланс. Но, в общем, хочется больше чего-то такого, понимаете? Хочется больше милого, качественного, хорошего, а не какие-то жестянки, которые пока ты везешь до дома, они уже все, приказали долго жить. Ведь это не совсем как бы порядочно по отношению к своим потребителям. Поэтому я надеюсь, мою конструктивную критику вы учтете. Вот 50 рублей, пожалуйста, 53, сколько-то, как-то так заплатила, и все, отличная штука, которая полезна в хозяйстве, которая полезна, которая радует глаз, которая очень стильная, которая очень симпатичная. Побольше такого, пожалуйста, в фикс-прайсе, как можно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...